Здравствуйте! Долгое время проработала на ненавистной работе и привыкла быть опустошенной. Сейчас, когда у меня есть выбор, и я начала приобретать новые навыки, от которых получаю удовольствие, стало непривычно, что идет прилив сил, становится так хорошо, что аж невыносимо, до такой степени, что я начинаю пугаться и бросать это дело, и искать себе другие занятия, которые не особо приятны. Как привыкнуть не бояться получать удовольствие от работы? Добрый день! Давайте мы немножко усложним задачу и поставим не удовольствие, а то, что бы вы хотели, ну, условно, через полгода получить, квартиру купить, машину купить, съездить куда-то отдохнуть или дачу купить, или что-то такое, то сокровенное желание, которое вы хотели бы воплотить в жизнь. Когда вы занимаетесь любимым делом, у вас все получается, это действительно открывает и творческий потенциал, и дает возможность, и силы прибавляются, и самое главное, состояние меняется. Мы же живем при помощи состояния. Это основной ключ, который, знаете, как открывает глаза. Когда вы были на ненавистной работе, это же совокупность таких определенных условий, когда вы мало того, что себя заставляли что-то делать ненужное, нелюбимое, непонятное, так над вами там еще было достаточно хорошее количество людей, которые без конца обесценивали ваши усилия, которые вы преодолевая выполняли. А теперь получается, этого сопротивления внешнего нет, и вам сопротивляться нечему. И вы тут же включаете заднюю. Заднюю это в нашем понимании, как же так, я этого недостойна. А что обо мне люди подумают? А что мне теперь делать? Как мне вот это можно, это можно? Нет, мне этого нельзя. И включается, знаете, мы спиной падаем в прошлое и пытаемся воспроизвести ту картинку, когда обязательно должен быть товарищ с кнутом, который принуждает что-то делать, не объясняя почему и зачем, а потому что он это сказал. Вот это детская такая непосредственность, которая включает, по идее, водолшевление, и быстро-быстро распаковывается взрослая жизнь, когда вы понимаете, что не таких же огромных усилий нужно, чтобы что-то сотворить, получить удовольствие, куда-то продвигаться. Но этой модели поведения не наработаны. И страх на самом деле — это как ступор, который не даёт нам дальше двигаться. Так его же нет. Почему человек небогатый или малообеспеченный имеет вот эту основную причину? Он сам отказывается от того, что даётся, идёт в руки. Почему? Да потому что нужно начинать как-то это воплощать в жизнь. У вас условно там появилось 10 тысяч, да? Вы точно знаете, что вам нужно на кухню там как-то полотенчики купить. Что-то банальное менять еженедельно, ежедневно в жизни, чтобы вы видели, что это вы творите. Мы же привыкли, или вернее нам навязали, что творение — это что-то такое ёмкое, что такое огромное. Да нет. Из зёрнышка дуб вырастает. И вот то зёрнышко — это то, что вы сейчас имеете и сами для себя сделали. Это та сила, та энергетика, то хорошее настроение, это прекрасное состояние, когда хочется идти, что-то делать. Всё легко получается. И вы сами его губите, потому что никак не определились, а для чего же вы это всё делаете. Что в итоге должно преобразоваться в вашей жизни, измениться в вашей жизни для того, чтобы ещё большее количество радости, ещё большее количество внутреннего интереса и такого абсолютного внутреннего посыла, что «и это я смогу». Вот это и называется уровень творчества, когда из того, что вы знаете, вы собрали что-то новое и воплощаете это в жизнь. Но нужно идти от малого к большему. Сначала поменяйте кухню, или снимите, или купите квартиру, или машину. Ну что-то куда-то вкладывайте. Никому-то отдавайте. Тоже очень распространённая история. Вот на сегодняшний момент, если мы чуть отвлечёмся и посмотрим, столько рассказывают всякой разноплановой информации, что у человека от того, что он фрагментарно, без конца включается, там говорят одно, тут говорят другое, там говорят третье, там четвёртое, там пятое, там десятое, там двадцатое. И вы всё это наслушавшись, происходит хаос в голове. И в итоге у человека нет ни желания, ни возможности, не силы что-то делать. Почему семья, семья, да, это как основа нашего общества, где можно прийти домой, спокойно, ровно сесть, чаю попить, там, я не знаю, поужинать, или просто посидеть, поговорить. И сложив, договорившись, усилия и возможности всех членов семьи, начинать менять сначала условия, или среду, или отношения, или какие-то дома или квартиры, изменять, улучшать качество жизни. Зачем вы туда лезете? Там 80% полуобмана, полунамёка, полу какой-то информации, недосказанности, недопределённости. Все говорят, какой кошмар, но никто не говорит, что делать. Так вот вы к этому кошмару имеете, ну, очень относительное отношение. Вообще относительное. Потому что если в вашей семье все достаточно хорошо понимают, что происходит, если все заняты своим достойным, хорошим, любимым делом, тогда прекрасное настроение, хорошее отношение, возможности есть, потому что всё, что человек умеет хорошо и достойно делать, всегда будет оплачиваться. Тогда это краем пройдёт. Почему вас всех и включают? Ой, страшно. Ой, посадят на карантин. Ой, там то. Ой, то. Ой, сё. Скажите, пожалуйста, за последние, вот ответьте себе на один вопрос, за последние, ну, хотя бы лет пять, вами вообще кто-то интересовался? Вы хоть когда-то кому-то были нужны, кроме тех людей, с которыми у вас более или менее нормальные отношения? Я могу за вас ответить, нет. К нам приходят по двум причинам. Или нас хотят эмоционально отыметь, потому что вылить надо, терпеть больше не могу. Или с нас хотят что-то материальное взять. Всё. Это всё. Как ни прискорбно, как ни жутко. Но это правда. И когда у вас хотя бы один человек есть рядом, с которым можно быть честным, корректным, достойным и не выкручиваться, или не пугаться, или ничего не придумывать, а просто поговорить, сказать, вот ты знаешь, у меня такая задачка. Давай как-то, может, всё-таки объединимся. Поддержи меня, пожалуйста, а то мне страшно и жутко. Но нет, мы же сидим каждый под одеялом. Каждый в своём. И не дайте Господь. Почему на сегодняшний момент основная задача, о которой никто никогда не говорит, послушайте, пожалуйста, внимательно, нас разъединили для того, чтобы мы стали пугливые и трусливые, чтобы мы перестали озвучивать то, что мы хотим, или говорить о том, с чем мы не согласны. Когда человек ничего не озвучивает, а просто истерит и обзывается, это дети в песочнице. Когда вы учитесь аргументированно свою позицию объяснять, показывать, рассказывать, смотреть по-разному, менять своё мнение, если что-то вы не видели, на аргументы рядом сидящего человека, тогда и зарождается нужный замысел. До этого момента это всё иллюзорные выдумки, навязанные нам для стереотипного восприятия однобокого, в зависимости от того, кого вы смотрите или за кем вы идёте. Почему нужно озвучивать? Не истерить, не плеваться, не кидаться, а озвучивать. Должны быть сомнения. Сомнения дают возможность посмотреть с другой стороны. Непредвзятость должна быть. А вы, возвращаясь к вопросу, вы чуть-чуть сделали, чуть-чуть, и уже испугались. Привычка жить в этом рабском состоянии. Знаете, у евреев хорошая есть поговорка, не наклоняй сильно голову, то на плечи сядут. Это точно про нас. Тогда сядьте и напишите себе список. Примитивно, просто поменять гардероб, купить сапоги, шубу поменять, ещё что-то. Тогда эта задачка потянет всё остальное. Но вы же себе не даёте возможности. Вы пугаетесь от первых шагов. Так дети поступают, как первый раз идут самостоятельно. Два шага сделал, упал. Опять поднялся, надо за что-то ухватиться. Вот вам костылики того время и подставляют, что зачем тебе это нужно? Давай-ка к нам, мы тут разберёмся. И опять кнут, и опять привычка, опять глаза в пол. Ну так все живут. И вот эта усреднённость, она убивает всё живое человечество. Почему не с кем поговорить? Пишите сами. Вечером написали, утром встали, прочитали. И поверьте, будет много чего интересного. Никто не хочет сидеть и скрупулёзно разбираться в мелочах, вот в этих нюансах, которые оказывают на самом деле огромное влияние патологическое, я бы сказала, на нашу жизнь. Мы так поверхностно все прыгаем, прыгаем. Знаете, там такие есть комарики, которые бегают по зеркалу озера, там речки. Вот они еле-еле скользят по водичке. Вот и мы так живём. Еле-еле скользя. Может, куда высунет, может, куда вытянет, может, куда выплюнет, может, за что зацеплюсь. Это же ваша жизнь. Меня всегда удивляет неразрешительная база самому себе, при том, при сём, что если поговорить с этим человеком, гордыня прёт, аж зашкаливает. Вот спичечный коробок сделал, а такое ощущение, что космический корабль. Ну, это же ужасно. Ну, правда ужасно. И как только вы честно увидите, что вы даже с этим малым крупицей силы, энергии не можете справиться, это называется «я не могу себе позволить». Я обязательно должна от кого-то зависеть, я обязательно должна найти какого-то авторитета, которому надо пожалиться, которому нужно рассказать, что я такая-сякая, у меня это не получается. Он говорит, ну, милочка, иди сюда, родная моя, я тебе сейчас расскажу, что тебе делать, и тогда вот мы тебе сюда встроим, и ты к восьми приходишь, до шести работаешь, тебе будет хорошо, мы тебе всё обеспечим. Удивительная история. Но в словах люди обычно говорят, да нет, нет, я хочу сам, да нет, нет. Посмотрите, что вы делаете. Просто посмотрите. Это, конечно, замечательно, что вы заняты любимым делом. Насколько вы в него вкладываетесь, насколько это действительно ваше любимое. Так если это ваше дело, вы тогда или дело расширяете. И улучшайте свои условия. Это уравновешенная система должна быть. И всегда относитесь к тому, что вы делаете, и туда, куда стремитесь, из расчёта непредвзятости, от чёткого понимания. И есть вот эти вот немножко-немножко изменения, верный путь, верное направление. Если не получается, чего-то боитесь, значит, что-то внутри себя не доработали. Значит, разворачиваемся, останавливаемся, шаг назад до момента, пока было всё хорошо, внутреннее состояние хорошее, с утра поднималось, настроение было, значит, где-то здесь в промежутке что-то не увидели. Или кто-то уже так добрым словом на ушко что-то предсказал, рассказал, прогноз какой-то дал. Будьте честны с собой. Или пишите, будем разбираться.